Сегодня в программе «Простые вопросы» Пожалуй, самый знаменитый белорусский футболист Александр Глеб Ты добьешься, Саня, в тебя верю, все будет классно И это помогало, я считал всех виноватыми, но себя именно самым правым В футболе друзей не бывает, запомни это Я реально опять почувствовал себя так дома, среди своих Я реально кайфую, кайфую от атмосферы, от ребят От страны, здесь особенная аура Добрый вечер, добро пожаловать на программу «Простые вопросы» Сегодня вечером в отеле «Ренессанс» у нас есть возможность поговорить Наверное, с одним из самых знаменитых белорусских футболистов Это Александр Глеб Александр, взрослый Сейчас уже, в общем, вы достаточно взрослый человек И, может быть, можете как-то проанализировать, когда начиналось ваше увлечение футболом Вы замечали, что вы во дворе в детской спортивной школе Серьезно отличаетесь от своих сверстников в мастерстве Это было или это, в общем-то, была такая, как бы, случайная история? Мне, в принципе, нравилось гонять мяч во дворе В принципе, мы все в то время шли со школы, бросали портфель и бежали на улицу играть У меня получалось неплохо, но я никогда не думал, чтобы заняться этим профессионально Я там занимался гимнастикой Потом меня двоюродный брат отвел на прыжки в воду У меня тоже здорово получалось Вот, все говорили перспективный Все, работали отдельно со мной Вот, ну, потом отец, он фанат футбола, он пришел из Чернобыля, вернулся После шести месяцев от Лучки И сказал, что только футбол и повел меня на футбол Саша, ну, вот, вам довелось поиграть рядом, ну, с лучшими футболистами современности Да и вы сам, в общем, обладаете удивительным талантом Ну, вот, природа футбольного таланта Это что-то, что заложено с природой или вот кропотливая работа? Я думаю, это от природы, все-таки, больше от Бога Но это все-таки не самое главное Я думаю, что самоотдача, работоспособность, стремление к своей цели, я думаю, это основное Потому что я сталкивался и в Германии, и в Арсенале с футболистами, которые не были наделены там сверхталантом Но добивались больших успехов, играли в топ-командах Конечно, талант у меня был, есть, но то, что я вот мечтал с детства попасть вот туда, в Европу И стремился к этому, даже учебу так забросил Вот жил, именно футболом, наверное, вот сверху помогали Было заметно, ты заметил, да? Без этого, конечно, тяжело, потому что, когда мы уезжали в Германию, реально там, да, слез первый год вообще было тяжело, что... Ну, вы же фактически мальчишка и, по-моему, 18 лет выехали То есть, это так, как ребенка в армию отправили Вот именно, да, 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 притом языка не знаешь, вообще тяжело, вот сам себе предоставлен, вот И без брата, наверное, я бы, наверное, не справился, потому что мне было реально тяжело Я уже там себе надумал, все, я хочу назад уеду, потому что здесь реально тяжело А у него, наоборот, здорово все получалось, он такой был, слово такое подобрать Ну, пофигист, он так особо в своей юношкой команде, там, один из лидеров был, там все про него говорили Вот, и он так сидит, говорит, ты добьешься, Саня, в тебя верю, все будет классно, вот И это помогало, и... При том, что он младший брат ваш Да, да И он вас поддерживал больше Да, я к брату всегда относился более требовательно, я от него ждал всегда большего И, не знаю, даже в играх, когда он играет хорошо, я всегда знаю, что он может еще лучше И поэтому я так иногда, вот, после игры звоню, поздравляю, говорю, ну, лучше Он, да ты уже надоел, нормально все классно, то же самое и он мне Если там, у меня хорошо получилась игра, он так похвалит, ну, скажет, все нормально, это мне становится, давай дальше Саша, от того момента, вот, когда 18 лет вы оказались за границей, потом прошло много лет И, в общем, вы в одном интервью признались, фактически, наверное, для футболиста это, ну, мечта Вы стали и спустились к футбольному полю получать и подержать в руках Кубок чемпионов Но вы признали, что в тот день у вас даже слезы на глазах навернулись Потому что, отыграв весь отборочный тур, вас тренер не поставил на финальный матч Это, наверное, единственные слезы или самые горькие слезы, которые в отношении футбольной карьеры вам достались? Думаю, что да Было огромное чувство разочарования Даже тяжело там, трудно было дышать, реально, когда выходил к полю Потому что, наверное, для любого футболиста все-таки финал это что-то особенное Играть финал? Конечно, да Вот, и тогда, конечно, Гвардиола жестко так со мной обошелся Гвардиола это был воспитательный момент, как вы считаете? Проучить решил? Возможно, да Я понимаю, что, может быть, на его месте даже, скорее всего, я поступил бы так же Будь я тренером Потому что, да, я сам на конфликт шел Я там последние полгода, когда я с ним работал, я очень раздражен был Он, наоборот, просил, какой-то подход искал Там, Алекс, я в тебе верю, там, говорит, учи испанский, все нормально, ты что? Я тебя специально, я тебя выбрал, ты должен здесь играть А у меня настолько это все было, не знаю Ну, этап такой жизненный был трудный психологически И, да, сам виноват, ну, что сделать? Я очень мало знаю людей в спорте Как-то в шоу-бизнесе, которые так честно готовы признать Вот то, что они находились в каком-то затмении А вы считаете причиной, вот это было то, что называется, как бы немножко понесло Что, типа, звездной болезнью Вера в свои силы Что было причиной того, что, вот Оказавшись в Барселоне Вы выходили, как вы сами писали в интервью Высказывал свою фею, валял дурака Выходил обиженный на тренировки Нет, это со спортом не связано Это чисто такие личные какие-то проблемы были Ну, вот Ну, семейные, дружеские там Мужчины же переходят, вот скажем, что у каждого или кризис среднего возраста Или еще чего-то Вот оказаться в такой ситуации, казалось бы, ну, пик Лучший, лучший футбольный клуб И быть недоволен уже жизнью Ну, такое бывает Но с футболом-то, конечно, не связано Там другие причины Вот, из-за которых у меня Реально Раздражительность появилась Я был злой на всех и вся Вот И о футболе практически так не думал Поэтому из-за этого вот эти проблемы возникли У меня с Гордиолой Я не хотел никого слушать Я считал себя правым Вследствие этого Меня все там поддерживали Говорили, Саня, там, хватит Возьми себя в руки, учи язык Там, тренер в тебя верит Ничего страшного А я считал всех виноватыми Но себя именно самым правым Поэтому, как говорится, в футболе Спорт не прощает ошибок Тем более я не за сборную Германии играл Или там Франции Где, ну, на виду все А за сборную Беларуси И там посчитали, что Беларусь сейчас будет показывать свое фи Что-то вроде этого Ну Сейчас ты понимаешь С возрастом, конечно, такое ребячество Хотя я все-таки не молодой был Мне не 18 лет было Когда я это творил Но Все мы люди Все испытываем эмоции и слабости Саша, ну, вы знаете Вот журналисты вообще Околофутбольной общественности С большой охотой обсуждают Трансферы, суммы там И вот как раз говоря Именно вот о переходах Из клуба в клуб Вы сами говорите Вот ошибка Может быть, там, Барселона Не стоило возвращаться в Штутгарт Понятно Это все ошибки Которые все очень любят Посчитать чужие деньги и контракты А есть ошибка на футбольном поле Которая вам снится И вы вспоминаете И думаете Вот это была досада Единственное, о чем я вспоминаю И Не сказал бы, что очень часто Раньше очень часто А сейчас так иногда Когда мы Проиграли Барселоне в финале Это единственное, о чем я вспоминаю Что все было вот близко За Арсеном когда вы играли Да, да, да Все было близко Вот Даже вот эта игра Мне гораздо дороже И вот я ее вспоминаю Очень часто Чем вот победа С Барселоной В финале Она намного мне Ближе, дороже Да и медалька эта Гораздо мне Теплее, роднее Ну там вот пахали Да, да, да Саша, скажите Вот Это удивительная История Отношения с тренером Это можно сравнить Там отношения актера С режиссером Части Вот Бывают товарищеские, братские Бывают конфронтации Которая тоже дает Очень хороший результат Кого вы вспоминаете Из тех, с кем вам доводилось Работать Не будем говорить О том, как у вас сейчас Обстоят дела Вот кого вы вспоминаете Что было в вашей ситуации Идеально Идеально? Кто был идеальным Вашим наставником Партнером Ну, наверное Я бы отметил Магата Пусть там Я сейчас Наверное Никогда не пошел Работать с этим тренером Ну там говорят Такой был жесткий режим Это невероятно Правда, что За то, что у вас Зазвонил телефон Во время установки Там вас Что-то там Наказали Не поставили В основной состав Да Он там наказывал За все Я там Вдохнешь неправильно Я не знаю Тогда Вибрацию где-то услышать Кто-то На минуту Опоздал На обед Тысячами Штрафы Шли А вы же еще Тогда совсем юный Были Наверное 12-20 лет Да Вот на том этапе Конечно Это первый тренер В Штутгарте Это Не, первый тренер Был Рагник Но его потом уволили Сняли И поставили Магата Он очень жестким Он меня Просто реально Это было для меня Армия Да Это реально армия Издевался Можно сказать Время проходит Я понимаю Что он наоборот Требовал от меня Он видел Что я способен На гораздо больше И вот И он видел меня лидером И что потом Он мне уже и сказал Спустя годы Вот И требовал от меня Гораздо большего И вот настолько Поэтому так жестко Обходился Вот сейчас я это понимаю Я ему очень благодарен Я вот его вспоминаю И конечно Арсен Венгера Это наверное Самый лучший тренер Вот В моей карьере Саша Вот по поводу конфликтов Команда Это все-таки Такой Живой организм И В общем-то Очень Конкурентный Внутри Потому что Все Мечтают Занять место другого То есть Может быть только Вратарии В меньших Хотя вратарии Тоже большой Конкуренции И Нередко Случается так Что вот как бы На поверхность Уже для общественности Выходят какие-то моменты Когда Ну вот из-за внутренней Конкуренции Естественно Страдает игра Я читал В ваших интервью Что вот вам К примеру Доставалось Иногда по ногам На тренировках В германском клубе Вы оказывались В разной ситуации Вы сталкивались В Попадали В такую ситуацию Когда Партнеры Играли Не за вас Конечно Я думаю Каждый попадал Особенно Когда ты уезжаешь За рубеж Тебя воспринимают Как конкурента Не как там Друга Это там Со временем Ты там Налаживаешь Какие-то отношения Вот А поначалу Конечно Мне особо Никто не помогал Ты языка не знаешь Подходишь Там А что Во сколько Там Тебя так Молодой Типа Такого Было Да Вот Ну мне повезло Там В Штуберте Тогда На данном Балаков Играл Он на русском Говорил И Капитан Сольда Он хорват Вот И они Как бы Так Шефство Надо мной Взяли А вот Они Типа Славяне Не позволяли Да Да Они Охраняли Скажем так Вот А Даже Вот Лемон Замечательный Вратарь И Вообще Отличный Товарищ Даже Он говорил Я говорю Вот Почему ты В тренировке Такой Вот Урод Такой Тебя Хочется Просто Блин Не знаю Застрелить Он В футболе Друзей Не бывает Запомни Это Ну Я Честно Говоря С этим Не согласен Потому Что У меня В разных Командах Были Хорошие Отношения Вот Может Это связано С тем Что Друзья Просто Играли Не на моей Позиции Вот Как-то Да Но Тяжело Конечно Каждый Хочет Играть Каждый Хочет Быть Основным Это Работа И Конечно Когда ты Играешь Это Гораздо Лучше Ты На виду Ты можешь Уехать Более Именитый Клуб Подписать Более Выгодный Контракт Как вы Чувствуете Себя В Батэ Как Вас Приняли Ребята В команде Как Вы Ощущаете Себя Добно В Беларуси Я С 18 лет Практически За рубежом Работал Вот Но Меня на родину Всегда так тянуло Даже Последний год В Турции Каждый выходной Я просто летал В Беларусь Настолько Меня тянуло И вот Перейдя В Батэ Я реально Опять почувствовал себя Так дома Среди своих Я реально Кайфую Кайфую От атмосферы От ребят От От страны Здесь Особенная Аура И это Не громкие слова Мне действительно Настолько И сосковался Что я во всем Только позитив Ловлю И здорово Конечно Что с Батэ Мы попали В Лигу Чемпионов Я счастлив На родине Саша С всей души Поздравляю вас С успехом Вашего клуба Надеюсь Что мы увидим Еще немало Голов Побед И удачи Я желаю вам здоровья Вашим близким Тем Кто вам дорог Чтобы все было хорошо Успеха В вашей команде Поменьше обращать Внимание На злые языки Побольше доверять И верить в то Что очень много людей Желают вам удачи И очень гордятся вами Спасибо В это только я и верю Я знаю их больше Спасибо большое Нашим гостем был Александр Глеб Спасибо Программа Простые вопросы Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо